Как на войне, только в мирных целях. В регионе подвели итоги областного этапа «Зарницы по Волжье». За право выступить на окружных соревнованиях боролись почти 30 тысяч участников. В финале встретились сильнейшие – Екатерина Алексеева. О недетских играх, молодых патриотах и воле к победе. Сквозь сухую траву с автоматом. Все как в армии. Одиночкам тут не место. Сплоченность команды – важное условие для победы. Каждый этап по-своему сложный. И все вот это преодолевать нам помогает сила духа, дружба и то, что мы друг друга поддерживаем. Девочки от юноши не отстают. И если от первых зависит лишь часть испытания – оказание первой медицинской помощи, то вторые мужественно выполняют остальные задания. Тут и минное поле, и марш-бросок в противогазах. Труднее было все ползать, потому что, ребята, 50 метров надо было ползать с автоматами, с противогазами. С учетом школьных и районных этапов в отборочных соревнованиях приняли участие около 30 тысяч школьников области. В региональном финале встретились три сильнейшие команды. Мы надеемся на то, что в этом году подготовка команд позволит нам выступить более успешно, чем в прошлые годы. Ждем от них результатов. «Зарница по Волжье» реализуется под патронатом полупреда президента России в ПФО Михаила Викторовича Бабича. В этом году военно-спортивная игра проходит под знаком 70-летия Великой Победы. Реализация этого проекта, конечно же, зависит в том числе и будущее нашей безопасности, нашей обороны, будущее наших вооруженных сил, потому что из тех мальчишек и девчонок, которые сейчас в игровой форме соревнуются в строевой подготовке, в физической подготовке, в знании истории российского государства, именно из этих ребят складывается в дальнейшем наш надежный заслон любому внешнему врагу. По итогам двух дней соревнований сильнейшей оказалась команда «Дельта» и села Постебки Ставропольского района. Она будет защищать честь области на окружных соревнованиях, которые пройдут в Оренбурге с 13 по 16 сентября. Екатерина Алексеева, Андрей Евдеев, Новости губернии.